Друзья, приветствую! Мы продолжаем нашу рубрику IT-решения, которая позволяет нам в сфере логистики и грузоперевозок зарабатывать больше и, естественно, можем повысить свою продуктивность. Друзья, приветствую! Украины в грузоперевозках мы можем увидеть здесь. Поэтому давайте сразу начнем обзор с того, что классический интерфейс, то есть грузы, транспорт, услуги компании, зона надежности, каталог, формы полезные. То есть это основные такие направления, что есть в данном сайте. Для меня, например, самая большая ценность на Ларди это то, что есть каталог. Потому что за многие годы, сколько существует в Ларди, накопилось, посмотрите, огромное количество компаний, с которыми вы можете наладить отношения партнерские, клиенты или подрядчики. Нас, конечно же, интересуют не рекламные услуги, а логистика и складские услуги и транспортные услуги. Посмотрите, какое количество транспортных компаний здесь зарегистрировано. Я думаю, что ни на одной платформе нету такого. И плюс в том, что вы можете выбрать, например, грузовые автомобильные перевозки, выбрать регион, город, который вам нужен. И, например, есть у вас перевозка из Днепропетровска куда? Вы вводите региональные перевозки из Днепропетровска. Извините. И, собственно, исходя из этого, находить транспорт свой. Но вопрос в том, что сюда есть смысл обращаться тогда, когда очень критический период, например, зима или какой-то еще форс-мажор, и на рынке вообще нет у транспорта. Но, конечно же, если это классическая ситуация, сейчас мы разберемся, как в разделе транспорт находить транспорт, а в разрезе груза находить грузы. Ну и, конечно же, второй момент, который мне очень нравится в Ларде Транс, это то, что есть рейтинги компаний. Мы можем посмотреть количество отзывов на каждую компанию, репутацию каждой компании. Вот, например, давайте пройдем, я не знаю, на какую компанию выберем, например, а давайте первую. ЛТЕК ТРАНС. То есть, соответственно, заходя на аккаунт данной компании, мы по ней можем узнать практически все. То есть, чем компания занимается, где находятся, какие сайты и тому подобное. Паспорт надежности, какие отзывы были на данной компании. Данные с единственного единого державного реестра, единственного государственного реестра. То есть, как компания называется, кто директор и тому подобное. Количество автомобиля, автопарк, то есть, тенты, рефы, что там. И, конечно же, контактные данные всех сотрудников, которые работают в данной компании. Видите, тут десяток практически менеджеров, диспетчеров, экспедиторов. Это показатель того, что компания уже среднего звена. И, в принципе, учитывая, что она работает на рынке уже почти 16 лет, то однозначно это уже компания, которая зарекомендовала себе на рынке. Есть положительные отзывы, что с данной компанией можно сотрудничать. Поэтому, действительно, зона надежности это очень хороший инструмент. Вы, опять же, можете добавить отзыв, увидеть отзывы, претензии на какую-то компанию предъявить. Поэтому, в целом, это очень хороший инструмент. Давайте же перейдем к самому основному. То есть, если мы работаем диспетчером или экспедитором, то есть, если мы, например, работаем диспетчером, да, нам нужно найти груз. Соответственно, как это выглядит. Мы заходим в раздел «Поиск грузов» и вбиваем «Россия, Украина», «Ленинградская область», да, то, что нам интересно. И здесь мы можем увидеть все актуальные загрузки, которые есть на сайте. Если заявка вот слева выделена красным цветом, то полтора часа назад она была только размещена. Если же желтым, то более поздний срок. И если синим, то, конечно же, уже менее актуально. То есть, это значит, если заявка свежая, то вероятность того, что вы можете ее забрать, очень велика. То, что можно сейчас ее забирать и работать с ней. То есть, звонить непосредственно конкретной компании и уже начинать с ней сотрудничать. Если у вас доступ бесплатный, то вот эти контактные данные вы не будете видеть. Поэтому, если вы собираетесь работать уже в этом направлении, то в целом вы можете зайти и, собственно, начать работать уже непосредственно с данной компанией. Опять же, как это происходит? Вот вы видите, что есть загрузка. Питером Бравары, например, тентовый автомобиль от СМР 86 кубов и тому подобное. То есть любая форма оплаты грузим в выходной. То есть это очень удобно, потому что если, например, у вас автомобиль застрял в Питере на выходных, то машину загрузят в выходные и зато может в понедельник, не во вторник. И, соответственно, вы сэкономите один рабочий день. Это очень выгодно, соответственно, когда размещать заявку в таком ключе, любой перевозчик будет интересоваться такой загрузкой и в первую очередь захочет забрать такой груз. Соответственно, вам нужно посмотреть, можно ли сотрудничать с данной компанией или нет. Вот здесь вы можете увидеть, что на нее есть 54 отзыва и в целом с данной компанией можно начать работать. Как выглядит дальнейший алгоритм? Вы набираете непосредственно по вот этим контактным телефонам и звоните, спрашиваете, здравствуйте, здравствуйте, есть ли у вас загрузка, можно ли предоставить вам транспорт, узнаете форму оплаты, сроки оплаты и тому подобное. Если вам подходит данная загрузка и компания P-Trans подходит, например, данный транспорт, то заключается заявка и перевозка начинает, собственно, двигаться. Это, таким образом, происходит у нас поиск транспорта. Давайте же посмотрим, как у нас происходит поиск... Сейчас, секундочку, я немного запутался. Так происходит поиск грузов. Давайте же сейчас посмотрим, как мы можем находить транспорт. Поиск транспорта, в принципе, происходит по такой же механике, то есть мы заходим в раздел транспорт, нажимаем поиск грузов, выбираем направление, в данном случае выбрали Беларусь, Украина, и смотрим, какие есть актуальные автомобили у нас на площадке Ларди Транс. Мы видим, например, вот из Гомеля есть свободный транспорт, видите, два автомобиля, перевозчик из Белоруссии. Можно это узнать, видите, по номеру 375, то есть это код Белоруссии. Также вот и украинские компании есть. В принципе, иногда российский транспорт проскакивает. Но скажу откровенно, по направлению Беларусь, Украина в основном работают или украинские перевозчики, или российские. В таком случае, если мы уже ищем транспорт, то здесь мы, соответственно, имеем определенную заявку. И исходя из нее, мы предлагаем условия уже транспортной компании, с которой мы связываемся. Здесь, в принципе, механика очень подобная, как в поиске груза. После того, как мы обсудили взаимодействие, кстати, как удобнее договариваться, как правильно вести общение, коммуникацию с перевозчиками, с диспетчерами, с экспедициями, мы можем подсказать вам, мы обучаем этому. Если вам интересно создавать свой бизнес или масштабировать свои компании транспортные, то регистрируйтесь по ссылке, которая есть в описании. То есть мы проводим обучающие курсы. Для даже тех специалистов, которые уже давно на рынке, мы повышаем квалификацию, рассказываем новые фишки, новые особенности, как продуктивнее искать транспорт и, конечно же, искать по транспорт загрузки. Поэтому регистрируйтесь, оставляйте свои контакты в заявке. Это что касается поиска груза и транспорта. Относительно недостатков сложно сказать, что они какие-то явные в данной платформе по той простой причине, что в целом данная платформа имеет, конечно же, недостатки. Например, видите, возможно, эти направления дублируются. Но объективно любая транспортная биржа не может 100% проверить каждую заявку и каждый заказ по той простой причине, что количество таких запросов сумасшедшее. И вот эти повторения, что мы можем видеть, например, они могут происходить не только на платформе Lardi Trans, но и Trans.ua, Trans.eu. То, что мы видели обзоры. Кстати, если вам интересно, у нас есть обзоры и международных транспортных платформ, и российских. Поэтому посмотрите видео, которое у нас есть в описании на канале. Уверен, вам будет интересно. Потому что каждая платформа особенно по-своему и все зависит от цели, какие вы преследуете. Если вы занимаетесь перевозками внутри Украины и частично международными перевозками, то вам обязательно нужно пользоваться Lardi Trans. Если уже вы работаете внутри Европы, то Trans.eu, то есть обзор, который мы делали ранее. Поэтому в целом то, что вам интересно, вы можете изучить на нашем канале и посмотреть, что вам интересно. По поводу услуг и цен. Тарифы, в принципе, вполне приемлемы. Потому что даже если вы начинаете свою деятельность, то есть это небольшая сумма денег, то есть это 150 гривен старт для того, чтобы вы посмотрели, приняли решение, подходит это вам или не подходит. Поэтому в целом я бы рекомендовал данную платформу для всех, кто работает в сфере грузоперевоза, как в Украине, так и России. Потому что в международном сообщении однозначно вы тоже будете экспедировать грузы. Или же, если вы транспортная компания, то делать перевоз и искать клиентов. Поэтому в целом по платформе Lardia Trans на сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, с радостью на них отвечу. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, впереди будет еще много интересного и полезного контента. Продолжение следует...